Если вас с детства интересует, как устроен окружающий мир, а в школе вы любили лабораторные опыты, то эта программа по существу точно для вас. В этом году химико-фармацевтическому факультету Чувашского государственного университета имени Ульянова. 55 лет. И все это время он был и остается одним из ведущих факультетов университета по подготовке высококвалифицированных и востребованных специалистов. И вот уже 35 лет химфак возглавляет заслуженный деятель науки Чувашской Республики и Российской Федерации профессор Олег Насакин. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, чем интересна профессия химика сегодня? Ну, вы знаете, как мне кажется, без химии в настоящее время невозможно двинуть никакую науку. Все авангардные области, включая IT, они полностью на химической науке. Поэтому, когда Чувашская начала развиваться очень интенсивно, то одно из первых самых решений было построить химический факультет. Когда мы появились, нас было 125 человек. Сейчас факультет – это 700 человек, огромное количество иностранцев у нас, почти 27 процентов коллектива – это еще дополнительные иностранцы из 18 стран мира. Поэтому преподавание на нашем факультете идет как на русском языке для наших русских, так и на рабочем. Рабочий у нас английский язык. Химико-фармацевтический факультет, по-моему, это самый оснащенный из всех факультетов. Какое у вас есть оборудование? Для чего оно предназначено? Специфика химической науки заключается в том, что молекулы, которые мы синтезируем, а мы занимаемся очень много лекарствами против рака, спида, туберкулеза. Туберкулез – проблема в Чувашской Республике, поэтому мы к нему тоже подключились. Существует оборудование, которое позволяет достаточно точно определить структуру, ту или иную структуру. И вот мы этим занимаемся. В первую очередь благодаря Андрею Юрьевичу, нашему ректору, который очень внимательно относится к нашим запросам. Это у нас одна из спектральных комнат, у нас таких три. Это оборудование Кэри, американской фирмы, оборудование Шимадзу. В основном Шимадзу – это японский производитель, который делает совершенно великолепные масс-спектрометры. Вот вы как раз сидите спиной к прибору, который позволяет определить молекулярную массу любого соединения, радиоактивного и молекулярную массу биологически активного соединения, лекарства потенциального. Здесь УФ-спектроскопия, вот УФ-спектрометр, флюориметр стоит, ИК-спектроскопии очень много, ЯМЭР-спектроскопии, ректор нам купил прибор. Успел, потому что прибор настолько уникальный, что их существует всего три единицы в мире. Все они находятся в Канаде. Это тоже для того, чтобы понять, как выстроена молекула, особенности ее строения. Вот в этих особенностях мы ищем какой-то кайф. Кстати говоря, используем потенциал Академии наук, с которым мы очень дружим, потому что мы защищаем большое количество кандидатских докторских работ. У нас есть все, а у них есть уникальные единицы оборудования. Мы используем и их оборудование, и свое. У нас, скажем, в том году было 42 публикации, это очень много для такого небольшого коллектива. В самых лучших изданиях, которые существуют в мире, они называются ВЭПов, Science Co-Collection. Затем мы выиграли очередные гранты. Всего грантов у нас выиграно около 60, которые позволяют нашим ребятам довольно безбедно жить и делать науку. Оборудование без профессиональных кадров, без золотых умов, это ничего не значит. Это просто оборудование. Вот кто эти люди, которые ведут студентов ваших к научным открытиям? Вы знаете, у нас сложился, ну в первую очередь на нашей кафедре, сложился очень хороший коллектив. Они все почти редактируют важнейшие издания, да, которые существуют в мире. Все знают английский язык, который у нас называется «Рабочка». Все статьи, которые написаны вот на нашей кафедре, они написаны на английском языке. Их работы читают и цитируют активно, признают, так сказать, во всем мире. У нас часть студентов учатся на английском языке, ну порядка двухсот. Дипломное проектирование на английском языке, госэкзамены на английском. И нас знают все, и мы никогда не опускаемся там ниже четвертого или пятого места в Европе. В Европе. Объективные показатели – это гранты, это статьи «Web of Science, Go Collection» и так далее, да. Совершенно четко. Гранты вы получаете на какие-то разработки? Да, разработки – это биологически активные соединения, разнообразные лекарства. В первую очередь работаем над проблемой рака, потому что, ну вот, в том году у нас заболело 21 миллион человек раком, из них 10 миллионов скончалось. То есть летальность 50%, да. Очень много по соединениям, которые дают фотоэффекты. Вот. В этой лаборатории полностью, так сказать, заточено под то, чтобы получить соединения, которые будут давать дополнительно, ну, скажем, солнечным батареям, ну, какую-то прибавку еще, ну, 2%, 3% еще дополнительной энергии. А это очень важно сейчас, потому что сейчас зеленая энергетика, мы стараемся спасти Волгу, стараемся спасти вот все, что нас окружает, нам нравится это, да, полежать на траве, понюхать цветы. А для этого у нас должна быть энергетика такая, углеродонезависимая. В основном это солнечная батарея, ветряки, как на Западе, да. Да. Поэтому вот ребята очень серьезно продвинулись в этом вопросе. Мы уверены, что подарим нашей республике фармацевтическое производство, что бы мне очень хотелось. Одно из производств, которые мы организуем в Чувашской республике, чего у нас нет, к сожалению, это производство фармацевтических препаратов. Это в первую очередь против рака, против туберкулеза, который одолевает республику, его много. Ну, и некоторые другие заболевания, такие как спитоща. Ну, занимаемся, трудимся, не покладая рук. Олег Евгеньевич, у вас здесь работает очень много бывших студентов, ныне уже научных сотрудников, достаточно молодой профессорско-преподавательский состав. Как вам удается заманить их, оставить их у себя, чтобы они не уезжали в большие города? Вы знаете как, вот специально мы не заманиваем. Вот серьезно, мы никого не заманиваем. Они приходят на факультет, я их всех предупреждаю, что вы вступаете на территорию науки. Не на хемфак, а на территорию науки. Ребята, когда узнают радость опубликования какой-то первой статьи, каких-то первых интересных результатов, когда они разгадали очень сложные структуры, они втягиваются в это дело, они уже не могут без этого. Мейнстрим – это вот работа. Работа, результаты, которые выражаются в статьях, в грантах и так далее, и они уже не могут без этого. Это как любовь. Коллективы, которые к нам приходят, мы никогда не называем их студентами, мы называем их наши дети. Родители доверили нам этих детей, и мы их должны сделать лучше. Лучше не только в области науки, а лучше в области воспитания. Они начинают больше читать, они культурно начинают говорить, значит, не дворовой язык. Иногда родители, когда приходят на дипломную работу, говорят, «Дорогий Евгеньевич, ну мы вам же прислали, вы знаете, у меня какой-то был сын». А я его не узнаю, говорят. И он весь целеустремлен, он постоянно рвется на работу, он в лабораторию рвется, а меня это очень радует. Поэтому я считаю, что ребята очень неплохие к нам приходят, главное заинтриговать их. К нам в течение года обращались четыре организации, и все просят ребят, которые вышли не просто из университета, а из лаборатории. Вот таких ребят, которые могут двинуть производство, которые могут подать какую-то идею, которые могут воплотить, поскольку работают руками и головой, вот они нужны. До этого у нас были производства синтеплона тоже. Нам нужны люди из лаборатории, которые умеют что-то делать и знают, как это сделать. И я постоянно пытаюсь их привлечь в науку. Я говорю, что у нас вот такие-таки-таки ребята, ко мне можете туда-сюда, такие-то лаборатории. Идите в лаборатории, ребят. Если вы хотите быть в жизни, ну хотя бы полковником, понимаете, а я думаю генералом и маршалом, идите в лаборатории. Найти новую идею, притворить ее – это самое большое счастье в жизни. Где работают ваши студенты? Кем вы действительно можете гордиться? У нас очень много ребят и преподавателей, которые у нас работали. У нас тут работал, например, Самуил Зильберг, я могу сказать, он был моим замом. Он работал в Ярусалимском университете на Западе, у профессора, естественно. И сейчас он работает в университете Ариэль. Вот два года назад он был представлен на Нобелевскую премию. У него 10 публикаций в журнале, который называется «Jug Journal of American Chemical Society». И на основе этого его выставили на Нобелевскую премию. Ну не получили, но он все равно находится в топе самых лучших химиков. У нас работают люди в Барселоне. Вот мой аспирант Валера Павлов, он работает в Барселоне. У него количество его публикаций в первом квартире – это самый-самый-самый-самый топ. Превышает 100. Но это, наверное, больше, чем в Чувашской республике в целом. За все время ее существования. У нас в Мюнстере работают девочки, в Германии много людей. Ну и, конечно, вузы Москвы, там все наши наводнены ребятами. Их с удовольствием берут в аспирантуру. Вплоть до того, что предлагают даже деньги. Потому что знают, что наши, во-первых, подготовленные, во-вторых, дисциплинированные, не разболтаны, как в солицах, не занимаются всякими глупостями, они все время в лаборатории. И они могут что-то реальное сделать, понимаете, для этой организации. Олег Евгеньевич, я, правда, желаю вам, чтобы ваша мечта осуществилась, чтобы действительно в Чувашии открылось производство лекарств. Мы его назовем «Университет». Да, университет. «Чуваша-университет». Спасибо вам за очень интересную беседу. Спасибо. 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 Спасибо.